Он родился в 1491 году и был самым младшим из 13 детей. В 1521 году, во время битвы за Памплону, он был серьезно ранен, когда пушечное ядро попало в него, ранив одну ногу и сломав другую. Во время выздоровления он пережил духовное возрождение, и это стало поворотным событием в его жизни. С того момента он стремился следовать примеру духовных лидеров, таких как Франциск Осийский, и посвятил себя вести жизнь служения Богу. После своего обращения он имел ряд видений, включая замечательное видение при Монрессе на берегу реки Карденар. Это видение помогло ему найти Бога во всех вещах. Позже он стал священником, и на Рождество 1538 года он провел свою первую мессу в Церкви Святой Марии Великой. В 1539 году он и несколько его товарищей организовали религиозный орден. Он единогласно был избран на должность генерала-настоятеля, пожизненно. Его имя было Игнатий Лойола. В 1540 году Папа Павел III утвердил этот религиозный орден, известный как Общество Иисуса, или Иезуиты. Европа никогда больше не будет прежней. КОНЕЦ 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 ПОНЕЦ Позволь мне снова предложить тебе кресло. Спасибо. Ну, Изабел, я хочу спросить, слышала ли ты когда-нибудь об иезуитах? Конечно. Папа Франциск является иезуитом. Похоже, у него хорошо получается убеждать людей в том, что католическая церковь сейчас в хороших руках, в особенности если учитывать весь тот негатив, касающийся детского насилия, которым церковь прославилась не так давно. Да, это так. Но знаешь ли ты об истинных целях иезуитов? Ну, я читала кое-что. Со стороны выглядит так, что они кажутся скромными и любящими христианами. Они содержат госпиталя и школы и борются за социальную справедливость и экуменистический диалог. Но под поверхностью этот орден исполнен ненавистью, убийствами, интригами и обманом. Это интересно. Очень интересно. Знаешь, Черный, я думаю, это именно то, на что нам следует обратить внимание. Сегодня мы слышим многое об экуменизме, и если за этим стоят иезуиты, то я уверен, что нам не следует связываться с этим. Да, ты права. Я рассмотрю орден иезуитов, и поскольку нас интересует экуменизм, я также подготовлю список некоторых неверных пасторов-адвентистов седьмого дня, которые продвигают экуменизм внутри церкви. Звучит хорошо. А я рассмотрю экуменизм. Ну, давай я еще раз помогу тебе с креслом. КОНЕЦ КОНЕЦ Орден иезуитов Орден иезуитов — это военизированная организация, работающая на католическую церковь. С момента своего создания они использовались для внедрения и по возможности разрушения других деноминаций. Вот почему они были так эффективны в контрреформации. Заметьте, что требуется для того, чтобы стать иезуитом высшего звена. Сын мой, раньше тебя учили действовать лицемерно, среди римокатоликов быть римокатоликом и шпионить даже за собственными братьями. Не верить людям и не доверять им. Среди реформаторов — быть реформатором. Среди гугенотов — быть гугенотом. Среди кальвинистов — быть кальвинистом. Среди других протестантов — в целом быть протестантом и завоевывать их доверие, стремясь даже проповедовать с их кафедр и осуждать всеми силами своей души нашу святую веру и Папу. И даже пасть настолько низко, что стать евреем среди евреев, чтобы у тебя была возможность собирать всю информацию на благо нашего ордена как верного солдата Папы. Ты был обучен обязанностям шпиона — собирать всю статистику, факты и информацию, доступную тебе со всех источников, самому втираться в доверие в семейный круг протестантов и еретиков любого рода и класса, в том числе и к торговцам, банкирам, юристам, в школах, университетах, в парламентах и законодательных собраниях, в судах и государственных советах, и быть всем для всех во имя Папы, чьи слуги мы до самой смерти. И если это не произвело на вас впечатление, то обратите внимание, чего еще требует эта клятва, и это только часть клятвы. Я также обещаю и заявляю, что я буду, когда представится возможность создавать и разжигать безжалостные войны, тайно или явно, против всех еретиков, протестантов и либералов, как я наставлен делать, чтобы выкорчевывать и истреблять их с лица всей земли, и что я не пощажу возраст, пол или состояние, и что я буду вешать, опустошать, варить, сдирать кожу, душить и закапывать живыми этих мерзких еретиков, разрывать животы и утробы их женщин, и разбивать головы их младенцев о стены, чтобы уничтожить навсегда их отвратительный род. И когда это нельзя будет сделать открыто, я буду тайно использовать отравленную чашу и петлю удавку, сталь кинжала или свинцовую пулю, невзирая на честь, положение, достоинство или власть личности или личностей, каким бы ни было их положение по жизни, общественной или личной, и что я в любое время могу получить приказ поступить так от любого агента Папы или высшего по званию в Братстве Святой Веры из общества Иисуса. Для кого-то может показаться, что в это трудно поверить, в особенности со времени избрания Папы Франциско. Но в 1967 году доктор Альберто Ривера, иезуит, сбежал из ордена, и он описал свою клятву иезуитов в точности так, как мы только что видели. В книге «Великая борьба» Елена Вайт также описывала этот орден похожим языком. Во всем христианстве протестантизму угрожали ужасные враги. Когда первый триумф реформации прошел, Рим призвал новые силы, надеясь разрушить его. В то время был создан Орден Иезуитов, самый жестокий, беспринципный и мощный из всех поборников папства. Отрезанные от всех земных связей и людских интересов, мертвые к природным склонностям, рассуждениям и полностью заглушенной совестью, они не признавали никаких правил, никаких связей, кроме своего ордена, и никаких обязанностей, помимо расширения власти ордена. Не было для них преступления слишком великого, чтобы его нельзя было совершить. Не было обмана слишком близкого, чтобы его нельзя было исполнить. Не было лицемерия слишком трудного, чтобы его нельзя было взять на себя. Поктавшиеся быть вечно бедными и смиренными, целью их обучения было обеспечивать богатство и власть, быть посвященными на уничтожение протестантизма и на восстановление папского верховенства. Когда они появляются на людях как члены своего ордена, они носят одежды святости, посещая тюрьмы и госпиталя, служа больным и бедным, заявляя о желании обновить мир и неся священное имя Иисуса, который приходил, чтобы творить добро. Но под этой незапятнанной внешностью часто скрываются самые криминальные и смертоносные цели. Фундаментальным принципом ордена была цель оправдывать средства. По этому правилу, обман, воровство, лжесвидетельство, убийство были не только извиняемы, но даже похвальны, если они служили интересам церкви. Разными неправдами иезуиты прокладывали себе дорогу на государственные должности. Скрывая свои истинные намерения, иезуиты пробирались на ответственные государственные посты, добивались звания королевских советников и оказывали влияние на политику многих стран. Иезуиты быстро распространились по всей Европе и повсюду способствовали возрождению папства. Иезуиты стоят далеко от христиан, они являются слугами сатаны. Их цель – проникнуть в правительство и церкви, чтобы продвигать дело католицизма. Вопрос в том, проникнули они в церковь АСД, или мы каким-то образом защищены и являемся невидимыми для них. Бывший иезуит Альберто Ривера написал в 1979 году, «Благодаря моему опыту в шпионаже, мне было приказано соединить экуминистические силы под водительством Папы Иоанна XXIII. Протестанты больше не должны были называться еретиками, но отделенными братьями». Ривера замечает, что они успешно внедрились во все религии, включая каждую христианскую церковь. Через своих тайных агентов они были приняты в качестве учителей, пасторов и евангелистов. Весть, которую они проталкивают – это любовь и единство. Неудивительно, что большинство протестантских церквей больше не протестуют. Ниже на странице Ривера замечает, что церковь АСД была одной из первых протестантских групп, на которую они нацелились. Он говорит, «Первые протестантские группы, на которые они иезуиты нацелились, были адвентисты седьмого дня и бизнесмены полного Евангелия. Затем они внедрились к баптистам, методистам, пресвитерианам, лютеранам и так далее, пока они все не оказались инфинтрованными, включая мормонов и свидетелей и егомы». Все семинарии, университеты и колледжи стали следующими. Иезуиты управляли движениями католическая молодежь в действии, легион Марии и рыцарь Каламбуса, которые и провернули все это дело. Сейчас все эти группы молчат о Риме или заявляют, что римская система является христианской церковью. Иезуиты побеждают благодаря страху. Почти все протестантские пасторы боятся выступать против Рима. Если бы они сделали это, то те, кого подсадили в эту церковь, атаковали бы их по команде. Неудивительно, что в наших церквях так мало говорится об Антихристе. В книге «С клощом и кинжалом», написанной Майерсом, мы читаем, «В последнем публичном интервью для Майкла Кнута, Альберто не только подтвердил, что иезуиты проникли в церковь АСД, но сказал, что на уровне членов церковь адвентистов седьмого дня инфильтрована более тщательно, чем любая другая». Неудивительно, что вместе с римской католической церковью некоторые адвентистские служители евангелистического типа и ученые не только отвергли заявление Риверы, но и стали весело упражняться в острословии про иезуитов, засевших в тени адвентистских церквей и институтов. В конце концов, давайте послушаем, что сам Альберто говорит. В первом коротком клипе он упоминает, что иезуитов готовили быть адвентистами седьмого дня. И для чего бы им делать это? Когда я готовил «Легион Марии», «Голубую армию», многие из этих милитаризированных организаций, я тренировал и готовил к тому, как им стать баптистами, как им стать адвентистами, как им стать методистами, как им стать пресвитерианами, как им стать пятидесятниками, во всех тех областях, где они должны быть инфильтрованы. В другом интервью Альберто замечает, что иезуиты проникли в церковь адвентистов седьмого дня. Вот это проблема. Было ли это делом рук иезуитов? Что вы знаете об этом? Ну, я знаю, что даже деноминация адвентистов седьмого дня была помещена в самую большую западню, реальную западню из всей истории деноминации. И доказательством и фактом является то, что теперь лидеры находятся в положении, в котором они сами заставляют себя больше не играть роль монстра Франкенштейна, потому что они раскрыты, выявлены, равно как и их намерения, и их истинные намерения. И чтобы этого не случилось, большинство из них уже прошли тренинг и подготовку иезуитов, чтобы им находиться там, где они есть. И сейчас, почему это не должно удивлять нас? В конце концов, разве Библия не говорит, что сатана вышел на брань с церковью остатка? Если это так, то у нас не должно быть иммунитета от этой проблемы. Иезуиты играют в эту игру со времен Трянского собора. У них достаточно опыта. У нас также есть свидетельство инфинтрации иезуитов в адвентизм уже с 1936 года в Миссионерском колледже Вашингтона, который сейчас известен как Вашингтонский адвентистский университет. Это произошло с доктором Бенджамином Вилкинсоном, который был президентом колледжа в то время. Он сумел разоблачить инструктора иезуита, который преподавал библейский класс в том колледже. Когда Вилкинсон обвинил этого инструктора, тот тут же покинул кемпус, и Вилкинсон никогда больше не видел его. Поскольку иезуиты действительно мастера своего дела, они оставляют очень мало доказательств, которые могли бы их уличить. Одна из личностей подходит под эту характеристику. Родившийся 29 января 1938 года в Риме, доктор Семьел Бакиоки стал первым некатоликом, кто учился в иезуитском Григорианском университете Пантифика. Этот университет был основан Игнатием Лайолой. В 1974 году он защитил докторскую степень в церковной истории по предмету отказа от соблюдения субботы в Ранней Церкви, основанном на исследовании материалов Ватиканской библиотеки. Это принесло ему золотую медаль от Папы Павла VI, отличие с высшей похвалой. В этом же самом году он начал преподавать в университете Эндрюса как профессор теологии и церковной истории, вплоть до ухода на пенсию в 2000 году. Бакиоки объясняет в своем бюллетене последнего времени, номер 159, что университет Эндрюса помог профинансировать его обучение в Григорианском университете Пантифика. В 1977 году он опубликовал книгу «От субботы к воскресенью», которая получила одобрение Рима. Это означает, что она не содержит ничего противоречащего римской католической вере. И Рима-католическая церковь дала ему лицензию печатать или публиковать ее. На задней обложке мы видим следующее. Доктор Семиэль Бакиоки потратил пять лет в Григорианском университете Пантифика в Риме, изучая самые древние доступные документы. Результат этого исследования представлен в книге «От субботы к воскресенью». В разделе «Благодарности» в этой самой книге Бакиоки заявляет, «Я мог бы упомянуть, что в нескольких местах моя интерпретация определенных библейских текстов, таких как Откровение 1.10 и Колоссянам 2.14.17 и исторических дат, в чем-то отличается от традиционной позиции моей церкви. Дальнейшее исследование открывает, что Бакиоки не только в чем-то отличается от традиционной позиции церкви в этих стихах, но он постоянно подкапывает ключевые моменты, которые идентифицируют Антихриста «Знак зверя» и «Субботу». На странице 116-й этой книги «От субботы к воскресенью» он пишет, «В свете, изложенного выше, представляется очень неправдоподобным, чтобы фраза «День Господень» в Откровении 1.10 относилась к воскресенью. Это скорее выглядит как вариация выражения «День Бога», которая часто встречается в Писаниях для определения Дня Суда и Парусии или Второго Пришествия. Мы бы поэтому согласились с Лайтфутом в его заключении, что имеется очень хорошее, если не окончательное доказательство того, чтобы считать, что здесь имеется в виду День Суда. Другими словами, Бакиоки верит, что адвентисты седьмого дня не имеют права говорить, что Иоанн получил видение в субботу. Но заметьте, насколько это не согласуется с ясными словами Духа Пророчества. Была суббота, когда Господь славы предстал перед изгнанным апостолом. Суббота также свято соблюдалась Иоанном на Патмосе, как и тогда, когда он проповедовал людям в городах и селениях Иудеи. Он применял к себе те драгоценные обетования, которые были связаны с этим днем. «Я был в Духе День Господень», — написал Иоанн. Очевидно, что имеется конфликт между тем, чему учил Бакиоки и тем, чему учили Иоанн и Елена Вайт. Неудивительно, что Папа благословил его книгу. Но это не единственное место, в котором он не согласен с Еленой Вайт. В двух своих бюллетенях последнего времени, номер 86 и повторенном после своего ухода на пенсию номере 216-м, он учил, что ислам соответствует пророчеству Иоанна лучше, чем папство. Власть малого рога появляется после распада Римской империи. Этот отличительный знак подходит к исламу лучше, чем к папству. Традиционная адвентистская интерпретация, которую можно найти в библейском комментарии АСД и в книге Мервина Максвелла «Бог заботящийся», утверждает, что три вырванные с корнем рога указывают на уничтожение герулов в 493-м году, вандалов в 534-м году и астроготов в 538-м году. Проблема с такой интерпретацией в том, что ни одно из этих германских племен в действительности не было уничтожено. Более того, папство никогда не получало контроль над их территориями. Ближе к концу своего бюллетеня он атакует пророчество о 1260 днях, которое является ключевым в идентификации Антихриста. Исторически наша адвентистская церковь интерпретирует этот пророческий период как представляющий 1260 лет папского доминирования с 538-го по 1798-й года. Предположительно, пророческий период Антихриста начался в 538-м году. Эта интерпретация содержит две большие проблемы, которые думающие адвентисты давно обнаружили. Фактически в течение последних нескольких месяцев я получал письма по интернету и звонки от пасторов, которые просили меня помочь им понять более полно, что же произошло в 538-м году. Более удовлетворительной интерпретацией пророческого периода в 3,5 года является символическое представление с одной стороны, времени доминирования Антихриста и с другой стороны, защиту Божьего народа во время преследования. Почему Даниил и Иоанн Богослов используют период в 3,5 года для представления преследования и защиты Божьего народа во время правления Антихриста? Скорее всего потому, что 3,5 является половиной от числа 7, которое является числом Божьей полноты и совершенства. Половина от 7 предполагает несовершенство и ограниченность. Другими словами, силы Антихриста ограничены, и они не достигнут своей цели полного уничтожения Божьего народа. Бакиоки игнорирует принцип «день за год», который иезуиты ненавидят. Он бросает сомнения на начальную дату, 538 год, и он меняет интерпретацию пророчества о 1260 днях, так что оно теперь не может соответствовать только лишь папству. В презентации на число 666 и на знак зверя Бакиоки представил эту же идею студентам университета Эндрюса. А сейчас я хочу показать другой пример использования цифр. Возраст церкви... Сейчас никто не знает день, никто не знает час, и вам не дано знать время. Иисус говорит, что так Бог постановил. И однако Иоанн использует аналогию, он использует своего рода код – 3,5 года, 42 месяца, 1260 дней. Знаете, эти числа даны для того, чтобы помочь в понимании какой-то концепции, которая, вероятно, превыше человеческого понимания. Почему 3,5? Почему 3,5 года? Вероятно, потому что это поделенная семерка. Семерка является полнотой. Половина семерки, мы предполагаем, знаете, не полнота, а ограничение, да. Но мы не используем числа таким же способом. Вот почему мы имеем проблему, когда читаем откровения, поскольку мы не понимаем глубинного смысла чисел, понимаете? Когда профессор университета Эндрюса представляет подобные взгляды, вы можете быть совершенно уверены, что иезуиты проникли в церковь Азвентистов 7 дня. Мы можем благодарить Бога за то, что Он даровал нам дух пророчества, чтобы защитить нас от таких ложных взглядов. Обратите внимание на следующие, относящиеся к пророчеству о 1260 днях. Мы не можем ожидать пришествия нашего Господа раньше, чем пройдет великое отступление и долгий период правления человека греха. Человек греха, который также представляет тайну беззакония, сына погибели и беззаконника, символизирует папство, которое, как предсказано в пророчестве, будет доминировать 1260 лет. Этот период закончился в 1798 году. Если бы Бакиоки был истинным адвентистом 7 дня, который верит в служение Елене Вайт, он бы никогда не принял настолько ошибочные взгляды, которые игнорируют отличительные признаки антихриста. Но, как мы увидели в 4 части, когда рассматривали труды Елены Вайт, он лишает их силы. Он принимает то, что соответствует его взглядам, и отвергает все, что им противоречит. Вот почему в своем бюллетене последнего времени, номер 87, он подрывает ее служение. Он написал, «Если бы Елена Вайт была жива сегодня, то разве она не воспользовалась бы услугами компетентных ученых, желающих откорректировать оставшиеся неточности, имеющиеся в Великой Борьбе и других публикациях?» Какая жалость, что Елена Вайт умерла, потому что ревизия Великой Борьбы, сделанная в 1911 году, не удалила все исторические неточности. «Есть еще много такого, что должно быть сделано, но без ее присутствия и одобрения, комитет наследия Елены Вайт не имеет полномочий предпринимать такой проект. И мы можем благодарить Бога за то, что такой проект до сих пор не реализован. Если бы людям, подобным Бакиоки, представился случай исправить эти якобы ошибки, то исторические доказательства и пророческая интерпретация, которая идентифицирует папство как Антихриста, без сомнения были бы удалены или переинтерпретированы. Бакиоки не только подорвал ключевые тексты о Субботе и об идентификации Антихриста, но он также затруднил идентификацию того, чем является знак зверя. Внимательно прислушайтесь к тому, что он говорит студентам университета Эндрюса. Но исторически мы, адвентисты седьмого дня, пытаемся отличать одно от другого. Мы связываем, знаете ли, этот знак с соблюдением воскресенья, с числом, с папским титулом Викариус Филли Дэй, но, как мы уже отметили ранее, Откровение 13.17 говорит нам, что это знак, имя и число, по сути, одно и то же. То есть, любые попытки разделить их не поддерживаются текстом. Они все представляют злую природу зверя, которая связана с принуждением к ложному поклонению. И сейчас мы имеем тенденцию интерпретировать этот конфликт, конфликт последнего времени о поклонении, как противостояние между двумя днями, субботой и воскресеньем. Как вы знаете, я потратил годы своей жизни, изучая происхождение соблюдения воскресенья. И для меня не является вопросом, что введение воскресного поклонения затрагивает духовность миллионов людей многих веков. Но я хотел бы предложить вам, что нам, возможно, следует расширить горизонт. И я уверен, что в ложное поклонение включено нечто большее, чем соблюдение истинного дня. Я уверен, что эти два дня, суббота против воскресенья, должны рассматриваться как представление двух разных форм поклонения. Истинное поклонение против ложного поклонения. Через несколько недель я поеду в Лондон, и если я стану на улице и спрошу кого-то, что для вас значит воскресное служение, 90% британцев не ответят ничего, поскольку всего 7% из них затрудняют себя хождением в церковь. И в моей стране, в Италии, если я задам тот же вопрос, что для вас значит соблюдение воскресенья, то они не ответят ничего, поскольку 95% из них ходят в церковь три раза за всю жизнь, когда родятся, женятся и умирают. По этим трех причинам они появляются в церкви, когда принимают крещение, когда женятся и когда ложатся в гроб. Поэтому для этих людей, знаете, для них суббота, воскресенье вообще никакая не проблема. Проблема в соблюдении хоть какого-то дня и в несоблюдении вообще никакого дня. Вы согласны со мной? Поэтому я действительно верю, что для нас пришло время раскрыть глаза и увидеть, что проблема ложного поклонения гораздо более сложная, она более широкая, вы понимаете меня? Я вижу субботу как направленное к Богу служение, когда мы отдаем приоритет Богу. В нашем мышлении, в нашей жизни 24 часа это поклонение, которое представляет собой полное посвящение, полную отдачу. И я вижу соблюдение воскресенья или даже вообще не соблюдение ничего, как служение, направленное на самого себя. Чему сегодня поклоняются люди? Они служат удовольствием, они служат доходом. Вот что для них действительно важно. Согласно Бакиоки, мы должны расширить свои горизонты. Это означает, что знак зверя имеет отношение не ко дню, в котором мы поклоняемся, но скорее к тому, служим ли мы Богу или самим себе. Обратите внимание на одно из многих утверждений, сделанных Еленой Вайт по этому поводу. Когда придет испытание, то будет ясно видно, что такое знак зверя. Это соблюдение воскресенья. Те, кто услышал истину и продолжает святить этот день, несут знамение человека греха, который замыслил изменить времена и законы. Интересно отметить, кто был сторонником доктора Бакиоки в этой фальшивой теологии. В начале видео, которое мы только что смотрели, доктор Ян Паулин и доктор Ранко Стефанович, оба они в то время являлись профессорами университета Эндрюса, произнесли короткую речь в поддержку фальшивой теологии Бакиоки. Заметьте, что они говорят. В течение 20 лет я преподаю книгу Откровения с количеством аудиенций и пасторов, примерно тысячу пасторов за эти годы. И всякий раз мы приходим к 666 и к знаку зверя и дискутируем различные взгляды. У меня сложилось все более усиливающееся впечатление, что некоторые из вещей, о которых мы по традиции говорим, находились под вопросом долгое время, 80 лет или даже 100 лет у некоторых адвентистских пионеров. И однако у меня не было времени самому провести исследование, не было всех инструментов. Примерно год назад мне пришла мысль, что у нас есть кое-кто прямо здесь, на территории кемпуса, и что если кто-то и мог бы изложить историю папства и сделать своего рода анализ, основание для всех этих вещей, то это был бы мой друг Сэм Бакиоки. И я пригласил его к себе. Почему бы тебе не зайти в класс, удалить полчаса и рассказать нам, что ты знаешь о Викариус Филии Дэй и 666 и так далее? Ну, он не довольствовался только этим, он потратил около 500 часов на исследование, раскопал всякого рода картины и происхождения и истории, и я лично чувствую, что это определяющее исследование по этому предмету. Возможно, имеется много больше этого для изучения, но я не знаю никого, кто подошел бы хоть близко к тому, что вы собираетесь сейчас услышать. Доктор Бакиоки, как упомянул доктор Паулин, вложил огромное количество времени в это исследование. Он потратил много-много времени, проводя это исследование. Несколько месяцев назад он представил самый полный отчет своего исследования в классах по откровению, которое преподавал я сам и доктор Ян Паулин в семинарии, и также для моих студентов колледжа начального уровня. Отзывы студентов были очень позитивные, и я верю, что любой может извлечь пользу из этого исследования. Поэтому добро пожаловать еще раз на это очень важное мероприятие, и я надеюсь, что мы все получим пользу от того, что мы сегодня услышим. Спасибо большое. Прежде всего, я хотел бы выразить мою признательность профессору Яну Паулину и профессору Ранко Стефановичу за то, что они пришли сегодня, чтобы сказать несколько вступительных слов к этой записи об этом интригующем пророчестве о знаке и числе зверя. Я польщен их присутствием, поскольку я считаю этих двух джентльменов ведущими адвентистскими учеными, внесшими величайший вклад в понимание книги Откровений. И фактически большая часть того, чем я собираюсь поделиться с вами сегодня, в основном было изучено, было осмыслено из изучения их работ. Они оба имеют много печатных работ, и фактически в конце программы я покажу вам некоторые материалы, которые написали эти джентльмены, и поэтому я считаю большой честью для себя их вступления и их присутствия. Был ли Бакиокий иезуитом или нет, не имеет значения. Он так же, как и многие лидеры и учителя церкви сегодня, выполняли работу иезуитов, восхваляя папство, нападая на Елену Уайт и отвергая главные истины, содержащиеся в Библии и в Духе Пророчества, которые указывают на папство, как на антихриста. В свидетельстве для церкви в первом томе Елена Уайт описывает видение, которое ей было дано во сне. Заметьте, что ей было показано. В ту ночь мне приснилось, что я находилась в Баттл-Крик, выглядывая наружу через боковое стекло двери, и видела компанию, которая маршировала к дому в колонне по-два. Они выглядели сурово и решительно. Я знала их хорошо и повернулась, чтобы открыть дверь в гостиную, чтобы впустить их, но я подумала, что нужно взглянуть еще раз. Сцена поменялась. Компания теперь выглядела как католическая процессия. Один нес в своих руках крест, другой трость. И когда они приблизились, тот, кто нес трость, очертил круг вокруг дома, повторив три раза. Этот дом описан, имущество должно быть конфисковано. Они говорили против нашего святого порядка. И дано предупреждение в особых свидетельствах серии А, номер 12, где Элли Левайт пишет, «Я должно предупредить все наши церкви опасаться людей, которые были посланы, чтобы делать работу шпионов в наших конференциях и церквях, работу, подстрекаемую отцом лжи и обмана. Пусть каждый член церкви стоит верно в истине. Нам сказано, что произойдет, и оно происходит». Это иезуиты являются теми шпионами, согласно той клятве, которую они обязаны принимать. То, с чем мы здесь имеем дело, очень серьезно. Именно в этом главная причина того, что церковь находится в таком глубоком отступлении. Бог знает каждого иезуита, кто выдает себя за адвентиста седьмого дня. Ему известны их планы. Во многих моих снах он открывал мне об инфильтрации и вреге, которой они наносят в его церкви остатка. Это делается разными способами. Мы можем ясно видеть, что одним из способов является продвижение иезуитских книг, путем либо их цитирования в проповедях, либо через изучение этих верований в наших университетах. Другим способом является приглашение иезуитов выступать в наших университетах и церквях. Иезуиты беспощадны и будут упорно добиваться реализации своей программы до победного конца. В нужное время Бог вмешается, чтобы помочь своей церкви. И если вы иезуит, то прошу вас, раскаетесь, пока есть еще время. Я уверяю вас, что Бог сильнее любого врага, с которым мы можем встретиться. Экуменизм это движение, посвященное объединению христианских церквей. Его также ассоциируют с усилиями по объединению всех религий через межрелигиозный плюрализм. Это движение является частью плана римокатолической церкви установить религиозное единство под руководством Папы. Иезуиты являются инструментом в достижении этой цели. Нет сомнения в том, что это движение имеет огромный успех. Большинство протестантских деноминаций больше не учат тому, чему учили великие реформаторы относительно антихриста. Сегодня очень немногие протестанты знают, как возражать католицизму. Вопрос, который должен задать себя каждый адвентист седьмого дня, это вовлечены ли они в экуминистическое движение. Официально генеральная конференция заявляет, что церковь не присоединилась к никакой экуминистической организации. Но означает ли это, что мы не вовлечены в экуминизм? 2 февраля 2013 года бывший глава Национального совета церквей доктор Михаэль Кинемон был приглашен выступить на годичном научном симпозиуме в семинарии университета Эндрюса. И его речь была озаглавлена «Экуминистическое движение и почему вам следовало бы быть его участником». Он начал свою речь с упоминания того, что он ценит в адвентизме. Но затем он поделился тем, что ему не нравится, недостаточное участие в межрелигиозных отношениях. Заканчивая свою речь, он сказал, «Вы мне нравитесь и находиться здесь одно удовольствие. Но я озабочен, если я могу так сказать, вашей грамматикой. Адвентист звучит прекрасно как прилагательное, но звучит идолопоклоннически как существительное. Вы не адвентисты седьмого дня, но адвентистские христиане седьмого дня». Вы должны быть удивлены, почему бывший глава Национального Совета Церквей был приглашен в нашу ведущую семинарию говорить нам, почему нам следует быть вовлеченным в экуменизм. Знаете, есть ряд способов, через которые мы, как церковь, можем участвовать в экуменизме без официального членства в организации. Это включает в себя, первое, активность на уровне местных церквей. Второе, диалог с другими деноминациями и церковными организациями. Третье, приглашение экспертов, в кавычках, из других деноминаций говорить в наших церках и школах. И четвертое, широко цитировать в наших книгах и публикациях авторов из других деноминаций. Сейчас мы потратим немного времени и посмотрим, как эти способы влияют на церковь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В согласии с официальным заявлением об экуменизме, Генеральная конференция констатирует, что на уровне по местных церквей иметь дела более практические и менее связанные с теологическими проблемами. Можно было бы предположить какие-то формы членства в адвентизме седьмого дня, однако с осторожностью. Мы имеем в виду такие организационные отношения, как ассоциации братства служителей, местные церковные организации, группы изучения Библии, специальные группы или сети по изучению общественных нужд и помощи в решении местных проблем. Адвентизм не должен восприниматься как простое уклонение от любой христианской ответственности перед местным сообществом. Всегда есть способы, которые дают нам возможность помогать людям других верований, не рискуя при этом верой адвентиста седьмого дня. Иисус показал, что это можно делать через общественные собрания или митинги по социальным вопросам и вопросам здоровья. Однако, когда мы объединяемся по духовным причинам, таким как посещение пасхальных или рождественских служений у других деноминаций, или приглашение пасторов иных верований проводить служения в наших церквях, то именно с этого мы начинаем компрометировать истину. Частью нашей миссии должен быть призыв к людям выйти из Вавилона и приглашение их присоединиться к остатку, к церкви адвентистов седьмого дня. Но мы не можем делать этого, одновременно объединяясь с людьми из других вер и деноминаций. Например, в выпуске за 21 апреля 1975 года в журнале «Глинер», официальном органе Северо-Тихоокеанской унионной конференции, была помещена статья под названием «Конгрегациональная церковь с адвентистским пастором». В ней говорилось об одном рукоположенном пасторе-адвентисте по имени Джо Барнс, который стал хорошим заместителем конгрегационального пастора. Согласно журнала «Глинер», во время проведения служения в одно воскресное утро он объявил, что церковь АСД и Конгрегациональная церковь Энтерпрайза проведут совместные служения в выходные дни на Пасху. В пятницу вечером мы соберемся здесь для совместного причастия. В субботу утром вы приглашаетесь посетить служение адвентистской церкви, и в воскресенье мы приглашаем адвентистов посетить пасхальное служение здесь. Во время своей проповеди у него была возможность говорить о бессмертии души, и вот что он сказал собранию. Теория о бессмертии души духа внутри тела, вероятно, является не самой лучшей гипотезой о человеческой природе в свете современной науки. С каких это пор современная наука является той причиной, по которой мы не верим в бессмертие души? И это не история о пасторе, который оставил церковь АСД. На самом деле он был рукоположенным служителем, которому очевидно было комфортно проводить воскресное служение. Его вестью к адвентистам седьмого дня было «Барнс трясет своей головой, когда думает об изолированности некоторых адвентистов. Он видит так много общего у христиан всех направлений, и намного больше способов достучаться до них». Как мы можем достучаться к другим христианам через объединение с ними? Это все равно, что сказать «Израиль мог обратить языческие народы через общее с ними собрание на их земле и совершая служение с ними в их храмах». Исторические вести адвентистов седьмого дня производят разделение, и такими они и должны быть, и они должны помогать людям вставать за истину. Когда наши возможности проповедовать Трохангинскую весть теряются, то мы можем быть уверены, что мы зашли слишком далеко. Субтитры создавал DimaTorzok В 1962 году, когда Второй Ватиканский Собор собрался, чтобы обсудить вопросы куменизма, представители адвентистов седьмого дня Бёрд Бич и Артур Максвелл присутствовали там как наблюдатели. Позже Бич стал директором общественных связей и религиозной свободы при Генеральной конференции адвентистов седьмого дня. В интервью Рою Адамсу, опубликованному в адвентист-ревью 8 ноября 2001 года, Бич называет Второй Ватиканский Собор величайшим событием в его жизни. Грустно от мысли, что посещение Собора, созванного Ватиканом, может быть величайшим событием в чьей-то жизни. В интервью он высказал следующее предупреждение адвентистам седьмого дня. «Нам следует быть особенно осторожным, когда мы говорим о католической церкви», — сказал Бич. «Нам следует работать с католической теологией и учением в том виде, как они представлены на Втором Ватиканском Соборе и в других современных церковных документах. Нам не следует просто использовать цитаты 19 века или даже обращаться ко времени Трентского Собора. Мы должны быть уверены, что то, что мы говорим об этом, действительно является их учением». Если мы последуем совету Бича, то мы тогда должны игнорировать или даже избавиться от книги «Великая борьба», потому что, заметьте, что в ней говорится, защитники папства заявляют, что церковь очерняема, и протестантский мир склонен согласиться с этим утверждением. Многие настаивают, что несправедливо судить о современной церкви по мерзостям и бессмыслицам, которыми отмечено ее правление во времена невежества и темноты. «Они оправдывают ее ужасную жестокость тем, что это результат варварства того времени, и они утверждают, что влияние современной цивилизации изменило ее чувства». Разве эти люди забыли о претензии на непогрешимость, выдвигаемой этой высокомерной властью в течение 800 лет? «С той поры, как об этом было объявлено, эта претензия была подтверждена в 19 веке с еще большей убежденностью, чем когда бы то ни было. Поскольку Рим заявил, что он никогда не ошибался и не может ошибаться, как он может отказаться от принципа, который руководил их действиями в прошлых веках?» Подобно многим нашим современным лидерам, Бич, очевидно, не сильно задумывался об Елене Вайт и ее теологии 19 века. Второй Ватикан может представлять дело так, что Рим якобы изменился. Однако это была задуманная уловка, чтобы развернуть общественное мнение в сторону единства, поскольку Рим никогда не меняется. «Когда придет нужное время, он восстанет опять, чтобы преследовать тех, кто слетит седьмой день в субботу, как об этом говорится в Библии и в Духе Пророчества». Позиция Бича по отношению к папству не является единичным случаем. Многие годы иезуиты проникали в церковь АСД и подмывали их доктрины и понимание событий последнего времени. И когда мир дивится, глядя на зверя, и Папа Франциск завоевывает сердца и умы по всему миру, то где же находятся адвентисты седьмого дня? Возможно, объяснение можно найти в следующей статье Андреа Рейса, которая появилась 26 ноября 2013 года в журнале «Спектрум». Я был потрясен тем, насколько его, Папа Франциско, видение католической церкви актуально и применимо к церкви адвентистской. Кажется, что произошла перемена ролей. Те, кто все еще видит в папстве зверя, не могут отрицать, что оно все больше говорит скорее как «агнес», чем как «дракон». Вы, возможно, найдете интересным, что это сомнительное заявление пришло от человека, получившего звание бакалавра теологии в Адвентистском университете Сан-Пауло в Бразилии и три года работавшего в качестве ассистента-исследователя и переводчика в исследовательском центре Елены Вайт и работающего над докторской диссертацией по Новому завету в Авондейл-Калледже. В 2011 году он преподавал продвинутый курс библейского греческого языка и интерпретацию Нового завета в адвентистской латиноамериканской семинарии в Эквадоре. В марте 1997 года Всемирный Совет Церквей организовал консультацию Ближневосточного Совета Церквей в Сирии. На этом собрании было выработано соглашение всех церквей мира праздновать Пасху в определенное воскресенье. В постановлении веры и порядка Всемирного Совета Церквей «На встречу общей даты Пасхи» пункт 1.2 констатирует «Помимо той работы, которая была проведена в вопросе баптизма, эвфористии и служения, церквям необходимо рассмотреть обновление проповедования, восстановление смысла воскресенья и стремление к общему соблюдению Пасхи, Истера в качестве экскуменистических теологических вопросов». Неудивительно, что Берт Бич был первым в списке участников, которые представляли Генеральную Конференцию Адвентистов Седьмого дня. Всемирный Совет Церквей заявляет, что существует Всемирное Содружество Церквей, ищущих единства и общего свидетельства. Хотя Генеральная Конференция официально избегает присоединения к имеющимся экскуменистическим союзам, это не останавливает их от посещения их встреч в качестве наблюдателей. Какова реальная цель участия в этих собраниях? Если сравнить это с Древним Израилем, то это будет похоже на посылание Древним Израилем наблюдателей, чтобы поучаствовать в советах соседних языческих религий, чтобы лучше их понимать. Что они могли получить от такого сотрудничества? Бог предупреждал Израиль не иметь ничего общего с окружающими его соседями, а иначе они бы попали под их влияние и отступили бы. Может ли такое случиться с адвентистами седьмого дня сегодня? Возможно ли, чтобы они попали под влияние других деноминаций? Да, конечно же возможно. И это определенно именно то, что происходит. Заблуждения, которые были напечатаны в книге «Вопросы по доктрине», возникли в результате дискуссии с протестантами Дональдом Греем Барнхаузом и Вальтером Мартином. Чтобы добиться того, что протестанты начали бы нас принимать, они сделали так, что эта книга переопределяла адвентистское понимание греха, природы Христа и искупления. Все эти годы церковь адвентистов седьмого дня вела многочисленные диалоги. К примеру, 15 февраля 2000 года адвентистская новостная сеть отмечала, что штаб-квартира адвентистов седьмого дня в Польше выпустила совместное с католической церковью заявление. Это было кульминацией их 15-летнего диалога. Заявление начиналось с констатации, что целью диалога была попытка лучше понять друг друга в учении и в практике и улучшить отношения друг с другом. Вопрос, который нам следовало бы задать, какого рода взаимоотношения должны быть у адвентистов седьмого дня с католической церковью? Более того, как мы можем улучшать с ними отношения и одновременно с этим идентифицировать их как антихриста и «Матерь всех блудниц»? Это совместное заявление, которое было результатом диалога, включало в себя следующее. Заявление признает, что хотя церкви могут видеть подобие, они также видят друг у друга и разницу в доктрине, практике и церковной политике. Однако обе стороны подтверждают необходимость взращивать уважение друг к другу и учиться понимать друг друга. Этот диалог развивался на основе партнерства, стремления сохранить полную индивидуальность у обоих сторон, так же как их автономию и независимость, в духе обоюдного уважения и христианской любви и в признании идеалов толерантности и религиозной свободы. Как мы можем иметь обоюдное уважение, если мы призваны возвещать трехангельскую весть? Это включает в себя следующее. В то самое время, в которое мы живем, Господь призвал свой народ и даровал им весть, которую они должны нести. Он призвал их, чтобы они раскрывали порочность человека греха, который сделал воскресный закон своим отличительным знаком, который задумал изменить времена и законы и притеснять народ Божий, который твердо стоит к славе Божьей, соблюдая единственную истинную субботу, субботу сотворения, как святыню Божью. Опасности последних дней грядут на нас, и в нашей работе мы должны предупреждать людей об опасностях, в которых они находятся. Давайте не будем оставлять незатронутыми те торжественные сцены, которые нам открыли пророчества. Эта работа никогда не будет сделана, пока мы будем настаивать на необходимости культивировать уважение к католической церкви. Как христианам нам уже следует относиться к каждому с любовью и уважением. Как диалог может улучшить то, что уже должно иметь место? Истина состоит в том, что католики ощущают глубокое неуважение, когда мы обличаем их церковь, как зверя из откровения. То есть, с их точки зрения, единственным способом иметь взаимное уважение будет прекращение провозглашения трехангельских вестей адвентистами седьмого дня. Неудивительно, что Иисус до сих пор еще не пришел. Когда Израиль стоял на границе обетованной земли, он оказался инфильтрованным мадьянитянами. Сегодня адвентизм седьмого дня инфильтрован, и многие больше не провозглашают истины, которые другие церкви считают оскорбительными. 5-6 мая 2000 года доктор Берт Бич и доктор Джон Грасс из отдела общественных связей и религиозной свободы при Генеральной конференции, а также доктор Энджел Мэниел Родригес из Института библейских исследований, встретились в Риме с епископом, сейчас уже кардиналом, Валтером Каспаром и мансиньором Джоном Родано из Ватикана. Согласно отчета, римно-католическая церковь заявила о заинтересованности в продолжении разговора с адвентистами седьмого дня относительно их верований. Отчет упоминает, что католики проявляют особый интерес к глобальной природе нашей церкви. Мы также предоставили отчет о межцерковных отношениях адвентистов. И сейчас, для чего они это сделали? Почему в католической церкви нужно знать, какие у нас межцерковные связи? Дальнейшие встречи происходили в 2001, 2002 и 2003 годах. И хотя адвентистские ученые имели возможность представить адвентистское понимание определенных диктрин и пророчеств, «Какой в этом был смысл? Они давно знают, во что мы верим, так же, как и мы знаем, во что верят они». Во время сессии Генеральной конференции в Торонто в июле 2000 года Джозеф Вернер Рид, помощник секретаря Объединенных Наций, произнес речь от имени Кофи Анана, генерального секретаря ООН. Рид обратился к представителям Всемирной адвентистской церкви, заявив следующее, «Продолжать оказывать ООН поддержку, которая нужна нам как Всемирной организации. Я делаю этот призыв потому, что ООН также и ваша организация, ваши объединенные нации. Без глобальных усилий объединенных наций все наши усилия по достижению мира, развития, равенства и справедливости будут бесполезны». Затем он зачитал послание Генерального секретаря ООН. «Вы, возможно, думаете, что Объединенные Нации, межправительственная организация, не имеют места для религии. Вы, возможно, пытаетесь представить себе, как эта духовность может сосуществовать с миром дипломатии, национальной безопасности и жестких переговоров. Я бы просил вас думать по-другому. Я бы попросил вас взглянуть на это другими глазами. ООН — это гобелен, на котором не только костюмы и хитоны, но также и церковные воротнички, одежды монахинь и мантии лам. Религии могут проявлять себя во многих различных практиках и системах верований. Объединенные нации могут демонстрировать внешние знаки секулярных целей, но в самом сердце мы имеем дело с универсальными ценностями. И это то, что у ООН хорошо получается — быть доброй, толерантной, справедливой или милосердной. Ни одна религия не может претендовать на монополию учения этому. Как мужи и жены веры, вы естественные партнеры для объединенных наций в наших усилиях преодолеть иррациональные и этнические разделения и в продвижении толерантности и понимания. Наше общее видение человечества, которое вытеснит искусственное построение, является наиважнейшим, если мы хотим справиться со сложностями эры глобализации. Такое видение может привести к диалогу там, где упорствует разделение, к пониманию там, где преобладает подозрительность, и к кооперации там, где разногласия препятствовали прогрессу долгое время. Эта философия лежит в сердце устава ООН, и она должна быть явленной во всем нашем мышлении, когда мы идем к цели укрепить мир и развитие для людей всего мира на годы вперед. Быть партнерами с секулярными правительствами и организациями, стремящимися к добру для человечества, это одно. Но ООН не ограничивает себя только лишь секулярными делами. Мы призваны, чтобы провозглашать трехангельские вести, а не для того, чтобы быть втянутыми в ООН и в экуменизм. 6 мая 2006 года делегация из церкви АСД на Ближнем Востоке встретилась с четырьмя профессорами, изучающими ислам в Катарском университете в Дахе, чтобы продвигать межрелигиозный диалог и лучше понимать верование друг друга. Тибор Шинвази, лидер адвентийской церкви в регионе Северного залива, добавил, «Ощущалось чувство настоящего братства, когда мы говорили про неотложную нужду в межрелигиозном диалоге для лучшего взаимопонимания». С 6 по 9 августа 2007 года произошел теологический разговор в университете Эндрюса между теологами, представляющими Генеральную конференцию адвентистов Седьмого дня и Всемирный евангелистический альянс. Вступление к совместному заявлению гласит, «Этот разговор произошел в атмосфере дружелюбного христианского братства и изучения, выстроенного на истории укрепляющегося братства, доверия и кооперации в различных странах». Ключевой целью этих разговоров было не изучение возможности формального присоединения к организациям, но скорее лучшее понимание верований друг друга и методов работы и нахождение возможностей для плодотворной кооперации среди поместных церквей и в национальных альянсах. Для чего церкви АСД необходимо развивать усиливающиеся братства, доверие, кооперацию в различных странах со всемирным евангелистическим альянсом. Далее в заявлении говорится, «В высшей степени обогатившись от этого опыта, участники также предположили, что их соответствующие организации будут поощрять постоянный процесс теологических дискуссий на всех уровнях». Итак, то, что начиналось как предположительно невинный диалог, привело к непрекращающемуся процессу теологических дискуссий. Естественно, разговор раскрыл общую любовь к Богу и к Его Слову и также большой список теологических согласий. Хотя вы должны спросить себя, откуда идут средства на поддержку этих диалогов? 6-7 ноября 2007 года некие 250 христианских лидеров из 70 стран собрались в Лемуру, Кения. Необычайно разномастная группа, которая собралась под эгидой глобального христианского форума, имела ни на что не похожую в современном мире встречу. Впервые пятидесятники и евангеликалы сидели рядом с католиками, протестантами, ортодоксами и представителями африканских институциональных церквей. Многие из присутствующих назвали встречу исторической, и определенно это было беспрецедентно. Джон Грасс, директор отдела общественных связей и религиозной свободы при Генеральной конференции, Джон Кокембо, пастерский директор Восточно-центрального африканского дивизиона, и Уильям Джонсон, ассистент президента по межрелигиозным отношениям в церкви АСД, посетили этот форум от имени церкви. Джон Грасс указан как член комитета. Это говорит о том, что он был больше, чем простой обозреватель. Общее руководство, обозначенное на форуме, включает в себя следующее. Глобальному христианскому форуму необходимо перейти на следующий уровень в обеспечении платформы для выстраивания взаимоотношений. Глобальный христианский форум должен поэтому продолжать периодически организовывать собрания, в том числе и на глобальном уровне, которые способствуют совместному рассмотрению теологических проблем, расширяет наше понимание и принятие разных христианских традиций и предлагает опыт других недовслужения. И поскольку наши встречи друг с другом, как с братьями и сестрами во Христе, должны влиять на наше поведение и позицию, когда мы возвращаемся в наши общины и окружение, комитеты и участники глобального христианского форума должны поощрять региональные и национальные форумы, так же, как и форумы для специализированных служений, имеется в виду примирение, исцеление, справедливость и так далее. И далее там говорится. Участники глобального христианского форума дорожат удобными случаями, помогающими предпринимать конкретные шаги в укреплении христианского единства, не отказываясь от теологических различий и традициональной самобытности. Одним из аспектов такого единства является предоставляемое нашей совместной жизнью в вере доказательство того, что мы сотрудники в Божьей миссии, призванные и посланные одним и тем же Господом Иисусом Христом и вооруженные одним и тем же Святым Духом. Мы верим, что это признание соучастия в Божьей миссии должно провозглашаться также на локальном уровне, и что расширение глобального христианского форума через региональные, национальные и локальные форумы может улучшить наше понимание единства. Пожалуйста, не забывайте, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня является не просто участником этого форума, но членом его комитета. Сегодняшний список комитета включает в себя доктора Ганнона Диопа в качестве представителя Церкви АСД. Диоп является ассоциированным директором по общественным связям и религиозной свободе и директор по связям с ООН в Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Второй выпуск College and University Dialogue за 2008 год отмечает, что Дио был директором и координатором в пяти центрах межрелигиозного изучения по всему миру. В этом выпуске говорится следующее. «Эти центры основаны Всемирной Церковью для продвижения лучшего понимания и свежих подходов к индуизму, буддизму, иудаизму, секуляризму и постмодернизму». Диопу был задан вопрос. «Центр иудаизма говорит нам, что они добились успеха через продвижение индийского стиля служения. Что тут имеется в виду?» Диоп ответил, «Служение в индийском стиле не означает служение в индийских храмах. Здесь имеется в виду адаптирование форм служения, таких как пение и проповедование, к местным традиционным культурам, которые никаким образом не конфликтуют с христианскими ценностями». «Не так давно я был в Индии и наблюдал за поклоняющимися, сидящими на полу и поющими тексты под традиционные индийские мелодии. Они гимны в западном стиле, они используют местные музыкальные инструменты. Израиль не должен был служить в языческих храмах, чтобы не развратить самих себя. Принося язычество в свои дома для богослужения, они развращались. Наша группа сумела раздобыть видеоролик о том, как происходит это якобы традиционное служение церкви адвентистов седьмого дня в Индии». «Музыка» 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 «Как вы видите, это далеко не христианское служение. Фактически это скорее индуистское служение, чем христианское. Мы не только ведем диалог с другими церквями и советами, но мы также приглашаем неадвентистов выступать в наших церквях и организациях». 14 апреля 2008 года декан университета Эндрюса представил двух гостевых докладчиков для лекций на весь день. Доктор Роджер Шродер и доктор Стефан Биванс, они оба прошедшие иезуитскую подготовку профессора по миссиологии в Католическом Теологическом Союзе в Чикаго и Линойс. Каждый из них получил степень в Григорианском университете понтифика в Риме, в том самом университете, который посещал Симуэль Беккиоки. Одна из лекций называлась «Иисус как всеобщий спаситель, католики и адвентисты седьмого дня в миссии». И сейчас, для чего нашему ведущему университету приглашать двух иезуитов, чтобы они рассказывали нам, как организовывать миссии? Чему они, предположительно, могут нас научить? Журнал «Адвентист Ревью» представил центральную статью о семинаре профессионального роста в служении в апреле 2010 года, организованного Пастерской ассоциацией при Генеральной конференции адвентистов седьмого дня. Он проходил в Первой конгрегациональной церкви Калифорнии. Для доклада были приглашены два неадвентиста. Одна из них Маргарет Шустер, рукоположенный служитель в Пресвитерианской церкви и профессор проповедования и теологии из теологической семинарии Фуллера. Она также выступала на предыдущем семинаре профессионального роста. Другим был Мирослав Вольф, профессор теологии в Йенской богословской школе Генри Бирайта. Вольф – хорванский протестантский теолог, интеллектуал и общественный деятель, один из самых почитаемых теологов наших дней. Он очень сильно вовлечен в экуменизм и межрелигиозные движения. Еще один пример, когда иезуиты приглашались выступать в наших организациях, случился в церкви университета Ла-Малинда. 2 марта 2012 года иезуит Грег Бойль выступал на молитвенной программе для годичного конвента высшей школы в университете Ла-Малинда. В еще одном недавнем примере Церковь Адвентистов Седьмого дня в Обурне, Калифорния, пригласила двух проповедников, католика и лютеранина, выступить в их церкви во время участия в служении Великого Поста. 6 марта 2014 года Обурн Джорнал писал, «Несколько христианских групп Обурна работали вместе, чтобы создать серию совместных служений, объединив свои организации в соблюдении Великого Поста, времени религиозного пощения, покаяния, воздержания, духовного обучения и размышлений об учении Иисуса Христа». Церковь Адвентистов Седьмого дня была указана в списке как одна из шести участвующих церквей. Каждая группа выделит один день для гостей и представит гостевого пастора из другой церкви для выступления. Католический священник Арнольд Парунгао из церкви Святой Терезы Авивской в Обурне сказал, «Это совместное мероприятие является усилием по объединению христиан в сообществах». Пастор Адвентист Седьмого дня Дэн Аппел из Обурна сказал, «Он верит, что сотрудничество между организациями установит добрую веру среди христиан Обурна. Я думаю, что целью этого было просто дать людям возможность познакомиться с другими пасторами». Он сказал, «Люди так часто слушают одного и того же спикера снова и снова. Это даст людям шанс установить лучшие знакомства». Также это была попытка показать, что хотя мы и можем иметь теологические различия друг с другом, мы тем не менее уважаем друг друга как почитателей Бога. Говорит Дэн Аппел. «При этом церковные пасторы, которые могут увидеть всякого рода теологические проблемы со всякого рода различных сторон, все еще имеют глубокое уважение и любовь друг к другу и принятие. И мы все объединены вокруг того, что есть общее для нас всех вокруг Иисуса Христа. Я пришел из церкви, которая не всегда играла хорошо с другими церквями в песочнице жизни. И эта местная конгрегация, по крайней мере, сильно настроена изменить это. «И мы рады тому, что вы здесь, что вы принимаете нас достаточно близко, Брюс, чтобы захотеть прийти и провести это время с нами. И чтобы они были в нас, и чтобы мир уверовал, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Как человек Божий, как последователь Иисуса Арнольд, это честь и удовольствие пригласить вас за нашу кафедру в этот вечер. Я католический священник, проповедующий в адвентистской церкви Оборна. Для начала я хотел бы поблагодарить за сегодняшний пост и служение в церкви адвентистов седьмого дня в Оборне в среду. Благодарю вас за теплое приглашение всех христиан различных традиций здесь, в великом городе Оборн, Калифорния. Давайте будем иметь любовь Христа, явленную 2000 лет назад, отдавшую себя за других, чтобы они могли быть счастливы. Спасибо и благослови вас всех, Бог. И сейчас, с каких это пор адвентисты седьмого дня соблюдают Великий пост? Определенно мы видим здесь исполнение пророчества Елены Вайт о том, что протестантизм объединится с католицизмом. И как грустно за церковь адвентистов седьмого дня в Оборне, Калифорния, что она стала частью этого исполнения. И, наконец, когда вы читаете многие адвентистские книги и публикации, издаваемые каждый год, то довольно ясно видно, что экуменизм живет и здравствует в адвентистской церкви. Авторы усиленно стремятся цитировать писателей не нашей веры. Возьмите, к примеру, центральную статью в «Адвентист-ревью» за 10 января 2013 года, написанную Эриком Андерсоном. Она озаглавлена «Что такое мистика?» Давайте не будем пропускать голоса других святых. Иногда, сомневаясь в наставлениях от других христиан, нам следовало бы открыто признать наше многоденимациональное наследие и подтвердить, что истинные дети Божьи включают в себя и методистов, и англикан, и даже католиков. Тот факт, что мощные слова наших гимнов идут как от древних, так и от современных христиан, как от протестантов, так и от католиков, является крайне важным. Если авторы неадвентистских гимнов могут точно передать обетование единства во Христе, то, вероятно, мы можем без опасения повторить как минимум некоторые из практик, которые они использовали для приготовления к трансформированию своих сердец. Те практики, о которых он упоминает, являются ничем иным, как обманчивой формой спиритизма, который захватил весь христианский мир. Мы рассмотрим это в другом эпизоде. Церковь определенно находится в лаодикийском состоянии. Сколько же наших лидеров, учителей и служителей в действительности служат сатане? Спасибо большое. Эти кресла довольно тяжелые, нет? Так и да. Итак, Эрни, расскажи мне, что же ты разузнал об иезуитах? Ну, с виду они выглядят как безвредные христиане, распространяющие Евангелие. Однако, если вы копнете чуть глубже, вы обнаружите, что это очень закрытая военизированная организация, нацеленная на разрушение протестантизма и на установление Папы, главой всех религий. Нашел ли ты какие-то доказательства того, что они проникли в церковь адвентиста седьмого дня? Да, кое-какие доказательства имеются, но вы должны помнить, что они хорошие специалисты по скрыванию своих путей. Основываясь на том, что Елена Вайт писала в «Великой борьбе» и что Бог открыл мне в моих видениях, нет никаких сомнений, что иезуиты проникли в церковь. Имеются лидеры, которые являются не тем, что о них думают люди. Скоро, когда Бог очистит свою церковь, они будут удалены. То есть ты хочешь сказать, что мы знаем, что они проникли в церковь, но не можем назвать их конкретные имена? Именно так. Вот почему нам нужно быть осторожными с тем, кого мы называем иезуитом. Давайте оставим это на усмотрение Бога. Не все из неверных пасторов являются иезуитами. Некоторые просто обмануты и, не понимая того, служат иезуитам. Но это только показывает, что нам необходимо изучение нашей Библии и Духа Пророчества, чтобы нам не оказаться обманутыми. Все верно. Ну а что ты узнала об экуменизме? У меня нет сомнений, что адвентизм охвачен экуменизмом, хотя лидеры и говорят, что это не так. Проводится довольно много диалогов с другими церквями и советами в течение многих лет. Мы также видим неадвентистов, включая иезуитов, приглашаемых проповедовать в наших церквях и университетах. Вдобавок к этому, ряд книг и публикаций продвигают экуменистический дух неявными способами. Знаешь, похоже на то, что иезуиты сделали свою работу хорошо. Да, так и есть. Многие из наших лидеров даже не верят в то, что католическую церковь следует продолжать представлять в качестве антихриста. Это напоминает мне то, что Елена Вайт написала в «Великой борьбе». Вместо того, чтобы стоять на защите веры, однажды переданной святым, сейчас они как будто извиняются перед Римом за свое жесткое мнение о нем, прося прощения за свою нетерпимость. Ну, Изабелл, очевидно то, что адвентистам необходимо вернуться к возвещению вести, для получения которой Бог и воздвиг их. Они должны призывать народ выйти из Вавилона, а не входить в него. В книге «Евангелизм» Елена Вайт предупреждала, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» относится не только к бракам христиан с неверующими, но и ко всем союзам, в которых партнеры связываются близкими связями и в которых нужна гармония духа и действий. Не может быть никакой гармонии между Божьей Церковью остатка последних дней и падшими церквями. Введение диалогов с другими религиями является бесполезной тратой времени. Именно так. В «Ревью энд Гералд» за 4 августа 1904 года Елена Вайт писала, «Союзы, заключенные израильтянами с их языческими соседями, привели к потере их самобытности как божьего избранного народа. Они впитали закваску злых дел от тех, с кем они сформировали запрещенные союзы. Соединение с миром привело их к потере их первой любви и их рвения служить Богу. «Те преимущества, которые они приобрели от продажи самих себя, принесли одни только разочарования и причинили потерю многих душ». Изабелл, это весь есть только то, что Бог показал мне о том, что должно произойти с церковью Атметистов 7 дня, когда Он очистит ее огнем. Давай будем молиться, чтобы люди увидели истину для этих последних дней и осознали опасность, в которой они находятся, прежде чем это произойдет. Многие души погибнут, поскольку они ходили по путям Вавилона. В нашем следующем эпизоде. Между 13 и 23 сентября 1900 года, мечта новая и странная была явлена в Манси, штат Индиана. И из другого письма, написанного женой Хаскелла, мы получаем еще больше информации, что помогает нам понять, какого рода музыку они восприняли, чтобы она соответствовала их возрождению и фальшивой доктрине. В 1995 году Уоррен написал книгу «Церковь, движимая целью». Она мгновенно стала бестселлером. Сегодня во многих церквях АСД не следует этому повелению. И Иисуса не радует, когда наши богослужения делаются развлекательными служениями с громкой, синкопической, повторяющейся роковой или попсовой музыкой. Как печально, что люди, думающие, что они служат Христу, фактически служат сатане. Где благоговение? Где сакральная и приятная музыка? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ